Выборы в Молдове уверенно выиграли сторонники президента Майи Санду из партии «Действия и солидарность». Такой расклад говорит о том, что к власти приходит проевропейское большинство, которое направит Молдову в сторону Запада. Впервые за два десятилетия прокремлевские силы, социалисты и коммунисты проиграли избирательную гонку. Пророссийский коллаборант Дадон вычеркнут полностью. Причем не помогло даже то, что в прошедших выборах принимали участие жители оккупированного Приднестровья, для которых эти деятели организовали подвоз на избирательные участки. При этом везли всех, кто способен ходить. Так вот, даже с ними у Дадона и компании не оказалось шансов не то что на победу, а даже на приемлемый результат. В утопию под названием Россия больше никто не верит, что и показали выборы в стране, где еще не так давно большая половина населения считалась активными сторонниками Москвы. Галлюцинации выветрились и Молдова выбирает цивилизацию. Для Украины такие результаты выборов более чем хорошая новость. Теперь гарантированно в нашем тылу не будет враждебно настроенного государства, а сотрудничество начнет развиваться в контексте обоюдного принятия европейских ценностей. Чего стоит ждать Кишиневу в ближайшей перспективе? Жесткой реакции Москвы. Сейчас из-за поребрика начнется вой по поводу молдавских бандировцев. Молдова и ее президент знают чего ожидать, так как санкции Москвы против нелояльного правительства работают уже давно. Тут и блокировка поставок продовольствия, и общие запреты на импорт. Стандартный набор. Надеемся, что Евросоюз оценит выбор молдавского народа и окажет реальную помощь. После официального завершения избирательного процесса парламенту и президенту необходимо сформировать правительство, которое будет строить новую Молдову, далекую от пророссийских додонов и кремлевских мечтателей.